Приветствую вас, геймеры! Меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Битву Империи. Остановились мы на первом бою. Западный фронт, Франция, Брис, Амьена. Прошли мы в прошлый раз учебку, буду надеяться, я не зафейлю первый бой. В принципе, механика очень напомнила мне очень древний в ТУ врага. Я играл в самую первую часть, прямо во время выхода, по-моему, это в 2004 году было. Очень похоже по интерфейсу, по механике и так далее. Ну, конечно же, про Первую мировую. Поэтому, сейчас посмотрим, как это все поменяет. О, вот это мы уже видели. Что-то тут пуляются. Да, французы пуляются. Прибыло подкрепление. Так, обойти с тыла. А, вот, мини-карточка. Короче, наша задача. Ну-ка, давайте. Чуваки, за камень. Надеюсь, их не перебьют. У юнитов есть три режима стрельбы. Свободный огонь, стрельба в ответ и запрет стрельбы. Чтобы незаметно подобраться к врагу, используйте режим запрет стрельбы, если хотите, чтобы ваши солдаты не стреляли. Либо стрельба в ответ, чтобы солдаты стреляли только в ответ на врагу. Угу. Так, ну, режима они вот, да? Сейчас. Блокопашную. Стрелив позиции. Атаковать их не то. А, вот, режим. Режим ведения огня. Ответ на огонь. Мы его, по-моему, выбрали, да? Так, это что за херня произошла? Ладно. Так. Короче. Вот, можно посмотреть, изучить. Тут вон пулемет стоит, да? Надо его загасить как-то. Так-то наша миссия миномет. И он находится где-то тоже вот здесь, да? Так. В общем, давайте я казачка одного зашлю. Ой. Вот. И у вас, Люнье, попробуй пробежись. Бежись. Ну-ка. Там никого? Попробуй, чувак. Знаешь как? Вот тут идея есть у меня. Беги сюда. Быстро. Если его не загасят, я попробую по одному чуваков присылать. Атакте. Так. И вот так. Сиди. Не дергайся. Французиков почти всех поубивали. Так. В принципе, в принципе, никого не убили. Сейчас, выделю всех, кого можно. Сиди сюда. Вон там фражка немножко наступает. Так, которая, которой мы не управляем. Так, вот он тыл. Приди. Ну-ка, чего там за хрень? Так. Вот он, миномёт. Вон он хрень. В таком случае, вот так попробуем. Ага. Так, подожди. Я не то нажал, походу. Так. Вот тут чувака сюда. Наверное. Оп. Всё. Эй. Поганили чуть-чуть моего. О, танк на помощь. Так. Я немножечко долго думал, наверное. Срочно нужна артподдержка. Ммм, все равно к президенту. Сержант, срочно вызовите штаб и запросите артподдержку. Оперативная связь на поле боя залог победы. С помощью телефона вы сможете корректировать огонь артиллерии и отставать приказы на подход подкрепления. Ясно, понятно. А телефон-то, собственно, как? А, чувак с телефоном, вот он. Ремонтировать, осмотреть полевой телефон. Установить полевой телефон. До связи, четвертая рота. Прием, как слышно? А то что? Слышно отлично. А так? Срочно, требуется артудар по квадрату 3.0, западнее 100. Дымовые шашки. Неудачники. Держант, срочно используйте дымовую шашку для корректировки огня. Видите, как можно ближе к немецким орудиям. Так. Дымовую шашку можно найти в инвентаре телефониста. Для вызова поддержки надо кинуть шашку рядом с целью. Дымовую шашку можно кинуть так же, как и обычную гранату. Попадите как можно ближе к вражеским орудиям. Ага. Чтобы враг не заметил вашего наводчика, прикажите ему залечь. Следите, чтобы он не оказывался в поле зрения вражеских солдат. Угу. Включите режим запрет стрельбы. Используйте камни и заборы для укрытия. Да, понятно. Так. Режим движения. Стоять в полный рост не надо. Лежать. Режим движения. Режим движения. Огня. Стоит на огонь. Огонь. Нет, не стрелять, чувак. Режим движения. Режим движения. Действия с инвентариумом. Опять достать оружие. А, вот он, граната. Ооо, все понятно. Короче, вот они, пушки эти, Надо попробовать. Можно ближе подобраться. Я вижу, в общем. Так, камушек. Живо. Сюда. Чувачок. Ага. Так. В принципе, тут норм. Позиция, можно прибежать сюда. Беги. Че ты, олень? Загасишь же. Давай рядовой, Райан. Беги. Беги, беги, беги. А, и вот так, конечно же. Лежи, давай. Так. Надо подойти еще ближе. Попробовал. Это свои. Вот она, не ничего, да? Или нет? Нет, свои. Тоже. Тоже свои чуваки. Но у нас недолет будет, понимаете? Надо. Окоп. Да, в окоп можно попробовать, но они, наверное, стрельнут в окоп и будет пипец. Так, туда тоже не вариант. Давайте попробуем в окоп. Сейчас. Чувак, ты тут? Еще, минуточку. окоп. Вот в этой хрени он, наверное, его заметят легко. А хотя, вот, смотри, в кустики. В кустики. Да, вот, вот здесь в кустики. Вот там камушки, идеальная позиция, я считаю. Вот камушки. Тоже. Не, сейчас еще чуваку надо в траншею залечь. Беги, беги, беги. Если у него стрельнут, он пипец будет. Конечно. Давай-давай-давай-давай-давай. Все. Молоток. Теперь. Итак, я где-то здесь видел. Минутку. Куда бы его спрятать так, чтобы не нашли. А вот. Вот там, наверное, позиция. ложится. Ну и сюда. Там граната шмальнет со злобой. Ага. Теперь. О! И что теперь? Ох, как. Расхерачил. Нормуль. Вон тут пушка свободная. Это, наверное, как обучение будет дальше, скажем. А нет, загасили ее, походу. Что? Что? Да, походу, все загасили. Прелесть какая. Ну, знаете, мне понравилось пока. Вроде пока не так жопонадирательно, как было, вот, например, я второй Блицкрип, когда пытался поиграть во время выхода, по-моему. Ну, там меня что-то быстро гасили, там какая-то высадка в Японию была. Очень сложная миссия. Я проходил один раз, но там что-то у меня комп был слабенький. Вылетел. Так, что там мне надо? Я заболтался. Обойти, использовать тихо. Вот, вызвать танк на поле боя, используя меню подкрепления. 30 танков позвать можно? Охер. А нет, доступно один. Это очки подкрепления. Понятно. Так, и куда его? Куда его? Угу. Ну, не сюда же, блин. Его куда-нибудь сюда надо, где людишек до хера. Давайте вот сюда. Ну? Танки являются грозной силой в руках умелого командира. Учтите, низкая скорость, большая уязвимость от огня отверий, сильный разброс снарядов при стыке из орудия могут сделать из пулемета покосит их сейчас сжопаем всем будет противником. Где мой танк? Я его не вижу. А, вот он где. Поехал. Ну, он пипец, конечно. Выглядит так прикольно. Устрашающе. Пулемет Льюиса. Вот самое то. Пулеметом Льюиса и в то время и самолеты были вооружены, и просто пехота ручным пулеметом Льюиса была вооружена и танки, и корабли даже, по-моему. Так что прелесть. Ну, корабли, конечно, не такие. Мелкие корабли. Он автоматически, что ли, херачит? Прикольно. Слушайте. Нехило он их тут всех гасит. Так, а что у меня за миссия сейчас? Зачистить территорию. Ну, так давайте, у меня тут засунный казачок вообще сидит. Давай, стреляй, снайпер. Так. Ха-ха-ха! прелесть какая. Эй, танк, ты чё, охерел? А стрелять кто будет? Вон тут какая-то хрень стреляет. давай, 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 давай. Чё-то он не пуляет. Былит заряженный и готовый к стрельбе, но не пуляет. может, вам поближе доехать, проехать надо? Или как? Давай, попробуем. Вон тут же у меня ещё казачок мой засунный сидит, если чё, я его возьму, использую. А, огонь по усмотрению у чувака. Вот чё, я ему, то есть, я ему, по всей видимости, не могу приказывать. Он просто херачит всех без остановки. Ну всё, всех положили. В принципе, он по усмотрению тоже неплохо пуляет. но выглядит эпично, знаете. О, вот это вот не круто. Чё, мало... Так, чё... для починки повреждённой техники. Выберите её и нажмите на путь ремонт изображения стулет в правой части интерфекции. Ремонту поддаются вот те элементы техники, которые выделены на схеме красного цвета, выделены чёрного интерфекции. Ну, говорю вам, это тот же второго врага, только папиромированный. То есть, там тоже можно было ремонтировать чё-то, но только определённое. То есть, вот танк выделяю и... И давай, вылезай. Отбить контратаку, танк должен уцелеть. Где мои людишки? Тут сидят. А нету их, ни хрена. Убежали все. А, вон. Так, ну тут... всем лежать. Где немчуа? Будем гасить их сейчас. Факт, пипец, конечно. Я могу подкрепление вызвать. У меня 5 очков есть. Сколько-то ещё ремонтировать будешь? Три года, что ли? Ой, загасили. Ух ты, странные грабли загасили. Всё, починили танк. Прелесть. Этот босс слушал. так. Давайте куда проедем? Где большинство противников? Не понял. Чё, чё это я сделал? А, связиста вызвал. Связист идиот. Чё тут делаешь? Пьян. Я убью джего. сранцы. Так. Давай. Да, поехали. Осторожно. Тут какая-то херня едет, походу, в нашу сторону. так. Тут вот ещё ненчура. Давай, гаси. всё положили, миссия выполнена. ненчура. В общем, неплохая такая обучающая миссия. Потеряли мы один техники, 89 человек. Ну, да, было 100, по-моему, изначально дано. Так что 11 только выжило. Плохенько, плохенько. Ну, ладно. Давайте пока на этом закончим. С вами будет Митро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте лайк, ставьте лайк, ставьте лайк. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. Помните, что всё самое интересное ещё впереди. Thank you, guys!